Афоня, что это за хвостик тут такой, а? Папа, да. Что за хвостик? Все, иди обувайся. Мы приехали? А я не знаю, пошли смотреть. У меня там живут. Да? Может, дедушка приехал, нет? Нет, у него нет такой закона. Да? Это русское раздолье, это русская земля. Григорий уже стих задали. Вижу горы и сополины, вижу реки и моря. Это русская картина, это родина моя. Все, Григорий уже учит стих. Задали ему. Сегодня, конечно, он молодец. Сам проснулся, сам уроки стал делать вообще. Я рада. Вот он у нас сейчас рабочий день. Идем вязать. Сегодня тоже трудный день. Антоха на танце в 6 часов. Буду его там ждать первый раз, чтобы посмотреть, как он, как у него настроение будет. Так что вот так вот. Так, вот она радость, Петрушечка. Сейчас будем опять работать. Так, я сейчас буду готовить обед. Вот мой рубленый куриный фарш, который я вчера еще готовила, но так и не пожарила. В общем, отлично все здесь настоялось. Сейчас вот сковородочку будем жарить и на гарнир будет пюрешка. Так что готовим обед. Так, ну что, куриные я пожарила оладьки, эти котлетки рубленые. Не знаю, что это. Пюрешка будет вариться. Просто, чтобы Гриша пообедал. И в школу. Ты стишок выучил? Ученик мой. Портфель ты сложил? Точно? Все, ручки, карандаши проверил. Телефон только пусть заряжается еще. Так, у нас уже 11.20. Мы тут постоянно с Григорием повторяем стишок про родину, которую задали же в первый день. Мама, я уже... Вот сейчас я приготовила пюре, но не было. У нас молока было совсем немножко в банке, поэтому я взяла сметану и сюда добавила воду, в которой варилась картошка. Развела все это жидко. В общем, вот такое пюре получилось. Получается со сметаной и есть немного молока. Ну, очень даже вкусно. Григорий теперь пообедает. Дедушка с бабушкой его довезут до школы. Ну, до Дома культуры они тебя довезут. Ты там сам перейдешь потихоньку дорогу, понял? Угу. Что такое, Луся? Ты готов? А куда ты пошел? Ну, за телефоном. А, ты еще телефон забыл? Давай, Сэна. Бай-бай! Стишок сейчас в машине с девушкой повторить, понял? Мы едем, едем через лес, через лес, да? Как-то так. Ну, наверное. Мы видим чудные поляны. Гриш, ты сейчас запутаешься и будешь такой же и рассказывать. Давай, быстрее, Григорий. Все. Здесь первый будет физкультура. Так, ну что, сейчас вам покажу покупки с магнита и потом посылки с Алиэкспресс. Здесь их немножко. Так, далее, в общем, гадкий яд. Антохе нравятся карточки. И Гришу и Афоню они как-то не особо вдохновляют. Так что здесь две карточки. Так, батон летний. Их два штучки я взяла. Яйца вот такие вот взяла. Они вроде бы как в цену. Ну, посмотрим. Ни раз таки не брала. Но главное, что мне кажется, что они в картонной упаковке. И что, ну так, снизу можно посмотреть. Если все сухо, не сыро, то значит все отлично. Все яйца целые. Потому что через картон, конечно, все просачивается. Дальше вот такую байбуку по-латине с бумажным. И 130 листов, как будто бы три в одном. Вот, посмотрим, какие они. Пап, привет. Сметана. Макароны были за 60 рублей. Я решила купить два молока, две ряженки и наша любимая печенька. Учитывая, что коробка эта стоит, если ее покупать, она стоит 30 рублей. Макароны. Ага. Пакетики за еще дешевле макароны. В общем, вот это вот все покупки. И сейчас покажу, что пришло с Алиэкспресса. Сержуня, смотри, что пришло. Это тебе. Для телефона на руку, как ты просила. Я думала, на ногу. Да. Так, пришла вот такая вот формочка. Усо. И наушники это мне. Но почему-то я их втыкала, они пока не играли, но я разберусь. Кстати, может здесь звук просто был. Ну, не знаю. В общем, посмотрим. Может, там надо что-то в настройках в телефоне. Наушники. Вот в таком футлярчике. И формочки для пряников сердечки. Надо будет пробовать. Так, Аханасий уже дома с Антошей, да? Я сейчас Антошу тогда повезу на танцы. Ты с папой, договорились? Все, хорошо. Мам, нам это уже не управлять. Вот этот Антон Сергеевич едет на танцы. С рюкзаком я все сложила, все ему одежды. Привет! Ну что, ты доволен? Ага. Пошли искать, где раздевалка. Ага. Чешки вот сюда. Чешки вот сюда клади. Давай, Антоха уже переодевается после занятий. Тебе понравилось? Ага. Тут две раздевалки для мальчиков и для девочек. Хорошо, что мальчиков меньше, да? Да. И тебе хоть есть место. Ну, вообще, трудно, сын? Трудно? Сейчас большое. Ну, давай, вот второй тоже клади, не забывай два. Трасс. Я хочу водички. Ну, сейчас пойдем попьем. Я могу отдам ее. Смывай? Там у нас стакана нет, надо с тобой просто стаканчик найти. Хорошо? Давай, раздевайся, разбывайся. Вернее, шорты снимай. Все хорошо, Антоша? Все хорошо. Я сейчас тебе кину. На себя, да? Антош, ну тебе нравится, папа спрашивает. Смотрите, пап. Я рот поливаю. Трудно было? Сказал, что трудно. Ну, делал все, да? Будет ходить, заниматься. Тебе нравится или нет? Ходить будешь? Смотри, что я поймал. Что это? Это не красноперка, не окунь. Какое-то речное что-то. А что тут нет? А это, Гриша. Смотри. Так, ну что, 8 часов у нас перекусили. Мы приехали. И сейчас я поставила вариться на зеленый борщ куриные потрошка. Там три шейки, пупок и сердечко. Вот, и поставила еще вариться компот. Что-то я все время забываю купить сахар. У нас уже там осталось только завтра на чай. Надо завтра будет поехать и купить. Вот, завтра еще Григорию на тренировку. И как раз, наверное, вечером поеду все куплю. Сахар нужно прям список составить, что нам нужно купить. Вот, прошла первая тренировка Антохина. Он такой немножко растерянный вышел. Я даже не заглядывала. Там был кабинет открыт. Некоторые мамочки заглядывали, но Антошу было не видно. А так прям явно лезть в дверь я уже не стала. Но вышел он какой-то растерянный. И самый последний вышел. Не знаю, почему. Вот, но сказал, что понравилось. Будет ходить. Ну, мы, то есть, у него спросили. Может быть, если ты не хочешь, то и не надо, как бы. Да, если не понравилось. Нет, сказал, что все понравилось. Что они там хлопали, как солдатики маршировали. В общем, вроде бы ему все понравилось. Хорошо, что раздевалка. Она хоть и маленькая, но мальчиков немного. Поэтому она не забита. Так как у девочек, у девочек, конечно, там все забито. Очень сложно им переодеваться. Ну, потому что достаточно много девочек. Но следующее занятие в понедельник. Детей разделили. Теперь дети, те, кто ходит в школу, будут заниматься отдельно. Те, кто ходит в детский сад, отдельно. И поэтому у нас будет еще меньше детей. Так что и девочкам, и мальчикам, я думаю, что всем места хватит в раздевалке. Вот так вот следующее занятие уже в понедельник. Потому что преподаватель куда-то там уезжает. Вот, так что мы очень рады, что Антошку пристроили. Григория тоже. Теперь Афонька. Афоне, кстати, дали стих учить. Не знаю, как мы будем это делать. Это так смешно. Я сейчас с ним пробовала. Он толком ничего сказать не может. Ну, вернее, он повторяет только то, что я. Он не понимает, что нужно запоминать. Ну, будем с ним тренироваться обязательно. Девятым он будет рассказывать Афанасе. Так, здесь пока варится бульончик. И компот поставила, и бульон. Вот, пока это все будет готовиться, я пойду складывать вещи. А здесь у меня, как всегда, гора вещей. Если честно, знаете, вот из серии нечего надеть. Вообще нечего надеть. Вот, потому что целые выходные ничего не делала. Только стирала, ничего не складывала. Так что сейчас займусь. Та-да-да-дам! Я сложила эту кучку белья. Вот, сейчас я это разложу сразу. Но сначала посмотрю, что тут там с компотом. Ау, компот, компот. Вот, сейчас будем выключать. Уже еще чуть-чуть покипит. А здесь все кипит. Я думаю, что уже сварилось. Сейчас компот еще немножко. И выключу компот. И борщик хочу приготовить. Так, Афанасий, давай становись туда. Будем стишок повторять. Все, Антон Сергеевич, идем. Не мешаем нам. Так, на радость нам... А вот нам... Наш край цветет. А край и ток. Так, давай, прожуй, пожалуйста. Что за полный рот? Папа, пули. Иди сюда. Папа, пули. Покупай. Афаня, иди, пожалуйста. Давай стишок повторим. Иди скорее. Папа, пули. Садись, пожалуйста. Папа, пули. Наш край цветет и ток. Так, Антош, все, не мешай нам. Давай, Афаня, становись. Как ты будешь садики стоять? На радость нам... А вот нам. Наш край цветет. На макаро тот. Хороший здесь... А вот и дед. Народ... А вот. Живёт... А вот. Природу Кубани... А вот и дед. Приберечь... А вот и дед. Мы... Мы... Должны... Али. И помнить предания... Адана. Седой... Адоль... Старины. Али. Теперь сам будешь рассказывать? Да. Рассказывай. На радость нам... На радость нам... На радость нам... Наш край... Цветёт. На твой... Так, становись туда. Как ты будешь в садике? Выходите рассказывать всем деткам. На радость нам... Наш край... Наш край... Край... Цветёт. А твой... Хороший здесь... А вот и дед. Народ... А вот... Живёт... А вот... Природу Кубани... Стань ровненько... А вот... Гибану... Беречь... Абрек... Мы должны... Мы должны... И помнить предания... Помнить предания... Седой... Адоль... Старины... Али. Так, смотри на меня ровненько. Всё, тогда говори всем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Завтра тебе куда? Води. Рассказывать будешь? Да. С кем? С Майадриной. С Майадриной? Да.